Всем привет! Приветствую вас на своем канале, на канале Строю Дом. С вами Рессорный Делмастер Иван. И сегодняшнее видео будет техническим. Сегодняшнее видео будет посвящено тому, почему прицеп на рессорах тратит меньше топлива и едет лучше. Поехали! На самом деле разговор сегодня мы будем с вами вести про жгутовые оси, про то, как они сделаны, как они выполнены и какой развал схождения обеспечивается на резино-жгутовой подвеске и на рессорной. В сравнении у нас будет вот жгутовая ось, которая V-образная, с небольшого прицепа на самых, можно сказать, минимальных ступицах и барабанах 20-го диаметра. И точно такая же по классу ось, которая получилась подготовлена, так скажем, сейчас для монтажа на прицеп. То есть вот мы уже все приготовили, ее сварили, покрасили на один слой. Она лежит, ждет своего часа для того, чтобы быть водруженной в этот прицеп. Так вот, в чем прикол? Для того, чтобы прицеп ехал ровно и хорошо, нам необходимо, чтобы колеса были параллельны друг относительно друга. Данный параметр не совсем обеспечивается на жгутовой подвеске. То есть сегодня мы провели такое небольшое исследование, которое позволило выявить следующее. У нас, чтобы вы понимали, вот здесь у каравана верх, это у нас, допустим, зад, и, соответственно, с той стороны у нас перед, и вот это вот низ у оси. Ну так и вот, продолжим. Это у нас получается зад у прицепа, если так смотреть, вот он должен быть вот таким вот образом. То есть у зада размер у нас вот такой, 1885. И теперь я проворачиваю на 180 градусов, и мы видим размер 1932. То есть, если быть вкратце, то колеса у прицепа, у этого, они стоят домом, и разница между, получается, верхней частью и нижней частью составляет 50 миллиметров или 5 сантиметров. В результате чего мы получаем вот такие параметры. Поэтому к прицепу, естественно, ехать тяжелее, в плане того, что колеса у него завалены чуть домом. И поэтому у многих прицепов начинает жрать вот эту нижнюю часть, когда жгут внутреннюю часть резины, когда прицеп начинает уставать, то есть жгут начинает уставать. Я не мерил вот этот параметр, к сожалению, не мерил еще на ровной жгутовой подвеске. Но я думаю, что вот эти размеры, они будут примерно теми же, что и здесь. Но в остальной плоскости у нас достаточно ровно колеса сделаны, то есть размер вот этот соблюдается полностью. Так что, друзья, вот это касаемо жгутовой подвески. Касаемо рессорной подвески, то есть мы делаем все то же самое. То есть на рессорной оси мы пытаемся получить нулевые значения развала и схождения, то есть колеса тупо стоят параллельно у этого. То есть вот, допустим, все равно здесь есть определенный предел, за который мы не должны выходить, то есть погрешность, грубо говоря, которая не даст расхода резины вообще никакого. Там он у нас составляет 5 сантиметров, как мы видим, здесь у нас он не более 5 миллиметров, то есть в несколько раз колеса здесь ровнее. То есть, допустим, мы вот здесь делали замеры, здесь видно размеры 27-26 в разных плоскостях, ну то есть разбег там буквально миллиметров всего лишь. Поэтому колеса стоят очень параллельно и прицеп катится ровно и хорошо. По этой причине у нас получается, что все круто едет и все круто движется. Так что все, друзья, оставайтесь на канале, еще будет очень интересно. Давайте, всем пока. Кому понравилось, не забываем ставить лайки.